30 сентября в полилингвальном комплексе АДМНР прошел воркшоп по корееведению для учителей. Целью данного семинара является предоставление точных и объективных знаний о Корее в российских школах об укреплении взаимопонимания и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Кореи. В центре внимания участников воркшопа стоят вопросы, посвященные развитию российского корееведения, а также исследованию методики преподавания истории, экономики, культуры, IT-технологий и внешних связях с Республикой Кореи. Казанский Федеральный Университет старается поддерживать это течение, развивая в УДИ различные направления в области корееведения. В Казанском Университете на данный момент язык и историю Кореи, невзирая на происходящее в мире турбулентность, изменения, изучает порядка тысячи человек. Интерес Кореи к ее культуре у нас не ослабевает, и тому доказательство в том числе и большое количество поступивших в институт международных отношений в текущем году, где профильным направлением, где профильным языком является корейский язык. В современных условиях, я думаю, как бы вся вот эта турбулентность так или иначе пройдет, а нам важно сохранять культурные, научные контакты, человеческие контакты между нашими преподавателями, между нашими студентами, между нашими гражданами. И вот этому очень способствуют такие мероприятия, которые сегодня проводятся. С момента своего существования в 1991 году Корейский фонд осуществляет различные проекты, такие как поддержка зарубежного корееведения и изучение корейского языка, культурные обмены и программа обмена студентов для улучшения взаимопонимания между Кореей и международным сообществом и развития дружбы и товарищества. Несмотря на геополитическую обстановку в России, Казанский федеральный университет продолжает совершать научно-образовательный обмен. ВОЗ всегда открыт к международному сотрудничеству и способствует его развитию. История Кореи очень популярна ныне в России. И наш институт международных отношений принимает, мне кажется, большое участие в развитии этого направления как корееведения. И мне кажется, мероприятие будет очень интересным. Организаторами воркшопа выступает Центр исследования Кореи и корееведения Института международных отношений Казанского федерального университета, Институт развития образования Республики Татарстан, а также Корейский фонд. В результате данного мероприятия ожидается увеличение числа исследователей по корееведению Республики Татарстан, а также создание сети для будущего сотрудничества в области образования между Республикой Корея и Республикой Татарстан. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюс.